Всем привет дорогие зрители, с вами Вестершпилкис и мы возвращаемся в мир земли будущего, которым правят смертоносные машины и продолжаем следить за развитием событий в истории охотницы Элой в игре Horizon Zero Dawn. В прошлой серии мы с вами добрались до Меридиана, это большой красивый город, столица племени Карха. Нашли Эренда, а вместе с ним и дом Олина, а там возможную причину того, почему Олин стал помогать убийцам. Его семью держит в заложниках и, видимо, просто-напросто у него нет выбора. Ну что ж, найдем Олина, обязательно все выясним. А пока давайте соберем побочное задание в Меридиане. Наверное, друзья, сейчас будет много диалогов, поэтому расслабьтесь и, как говорится, получайте удовольствие, наслаждайтесь местными диалогами. Начнем с перегорода. Не знаю, перегород, не перегород, но мы с вами находимся где-то внизу. Здесь какой-то рынок есть, здесь много торгашей, все кричат, покупай у меня, у меня лучшие товары, бери только у меня. Ну, собственно, как на любом рынке, да? Давайте мы поищем те, кто могут дать нам какие-то дополнительные задания. Лучшие цены на детали под сенью плоскогорья. Мы добрые, не берем пошлины. Не то, что эти сквалыжники наверху. Да неинтересно девчонке про пошлины. Я лучше знаю, что ей интересно. Как я говорил, я даю лучшую цену за линзы щелкозобов. Могу поклясться. Во имя солнца, только на руку не плюй, охотница. Я извиняюсь за моего партнера. Немого партнера. Немого партнера? Если солнце услышит мою молитву... Забудь про линзы щелкозобов, охотница. Они ни на что не годятся. А вот за линзы долгоногов ты получишь от меня щедрую награду. Так какие... Что значит ни на что не годятся? Они хорошие, прочные. Можно что хочешь склепать. Где мы, по-твоему? На вшивом сельском базаре с опилками на полу? Это же меридиан. Тут культура. А я культурный. Вот на днях смотрел испытания охотников. Великое солнце, даруй мне силу полудня. Солнце тебе башку спекло, если надеешься, хоть кому-то нынче толкнуть линзы долгоногов. Эм, эй. О, солнце, я говорил тебе бесчетное множество раз. Изящные ремесла, это наша стезя. Изяществом войну не выиграть. И машины от ферм не отогнать. Что нам нужно, так это крепкий, надежный, простой... О, да. Крепкий, надежный, простой материал. Чтобы упаси солнце, не блестело ничего. Ну да, если б Карха сами строили себе подъемник, уж он бы у них блестел. Столько лет по руинам шаришься, а чувство юмора не откопал. Хватит! Что ж, они грубый народ, эти Нора. Зачем вы работаете вместе, если все время ругаетесь? Это все чисто символически. Мы не берем пошлин, как я сразу и сказал, Ранин. Просто... скажите, что вам нужно? Линза Долгонога. Линза Щелкозуба. Ладно. Вижу, вы заняты. Постой, постой. Ты ее спугнул. Линза Щелкозуба. Что скажешь? Я ее спугнул? Ничего себе. Послушай меня. Линза Долгонога. Короче, как я понимаю, нужно и то, и другое, да? Ну что ж. Принесем им и то, и другое. Наверное, у меня даже что-то есть. За кадром зафармил, кстати, еще разок Громозева. Вот, докажу вам, если вдруг кто не верит. Вот, пожалуйста, сердечко Громозева выбил. Говорят, оно нужно для покупки какого-то доспеха. Посмотрим, посмотрим. А что касаемо линз. Линза Бурдюка. Дуголоба, Копьерога, Линторога. Долгонога линза. Щелкозуба линза, смотри. Подожди, так у нас есть. Мы можем отдать? Или как это происходит? По какому принципу нам с вами дальше нужно действовать? Дела. Вернитесь к торговцам с деталями машин. Слушайте, это идеально. Давайте отдадим, да, и как бы поохотимся, я думаю, еще. Все, наверняка будут у нас такие возможности. У меня есть обе линзы. Да, отдадим обе. Я принесла обе детали. Ну, что скажете? А нельзя ли купить только одну из них? Ты купишь не то, что надо. Так что давай-ка, плати ей за обе. Конечно, конечно. Вот, держи. Раз уж такова за это цена. Раз уж такова цена. Да нам еще повезет, если линза щелкозуба покроет убытки. Какие такие убытки, углежок несчастный? Будь у тебя воображение, ты бы все отдал за линзу долгонога. У меня есть воображение. Когда ты этой вот ерундовиной гремишь, я воображаю твой череп. И ты сразу сказал, что мы не будем заниматься с кемома магичных шагов. Один из единственных, наверное, за все время таких каких-то живых юморных диалогов. Диалоги здесь, друзья, если честно, ну вот я не знаю, как вам объяснить свое ощущение. Ну, какие-то вот они, ну, не совсем естественные, что ли. Как-то безэмоционально. Не знаю, ладно, неважно. А то опять скажете, что я придираюсь здесь к чему-то. Ну-ка посмотрим, что у тебя есть, братан. Расскажи да покажи. Так, так, так. А чтобы у тебя не было, нам почти ни на что не хватает. Вот пращи, например, да? Или праща. Сейчас налетят филологи. Растолкуют. Так, а я не знаю, покупать, не покупать. Да в принципе, наверное, нет. Давайте коробочку возьмем, у него вот это и все. Лучшие товары. Смотри сам. Вижу еще где-то, да, вот здесь восклицательный знак. Давайте к нему сгоняем. А что вы, чуваки? Ну, ладно. Расскажи, что с ними случилось. Может, помогу? О, солнце, я боюсь, они уже мертвы. Я сам чудом выжил. Машины. Кровожадные машины в нашем поместье. Отец послал за помощью. Что за машины? Откуда пришли? Лиходей. Он прямо распотрошил охранников. И с ним была стая рыскарей. Король говорил, что больше не сможет защищать землю за пределами долины. Но такого отец не ожидал. Расскажи о вашем поместье. У отца десяток каменоломен. Все доходы он вкладывает в поместье. Ковры, деревянные панели, серебряные приборы. Я спрашиваю про людей. Ну, конечно. Главное – люди. Отец и сестра. А еще охранники и прислуга. Надеюсь, они уцелели. Пойду туда и поищу выживших. Правда? Спасибо. Прошу, будь осторожна. Эти машины опасны. Так, хорошо. Плюс задание. Смотрим по карте. Здесь у нас ничего. Здесь у нас целых три. А мы можем, наверное, да, миновать всякие лифты. И просто вот так вот сделать. Отлично. Шикарный. Самый лучший лифт. В игре. Вот он. Это, наверное, шпиль. Какой он огромный. Так, вот сюда, да? Мы пройдем где-то здесь? Блин. А, смотри. Сундучок. Хорошо. Заплутал и нашел сокровища. Отлично. Где-то вот здесь, наверное, вход будет, да? Угу. И здесь рядышком уже два задания, да? Подожди, ну давай, допустим. Ну ладно. О чем поговорим? Ты странница. Что хорошо. Но ты Нора. Что, конечно, плоховато. Ты тоже боишься руин предтечь, как твои соплеменники? Нет. Хотя руины опасны. Тогда ты могла видеть то, что я ищу. Не встречала ты необыкновенные сосуды, щедро украшенные символами предтечь. Они выглядят, как полый цилиндр с ручкой в виде полумесяца на боку. Я с удовольствием отдам тебе любой товар за набор из четырех таких сосудов. Короче, тебе нужна кружка, братан, да? И кружка-чашка. Расскажи о себе ритуальные сосуды торговли. Ну, допустим. Да-да, скорее. И меня ждет работа. Да. Он ищет вот эти кружки. У нас, на самом деле, смотрите. Не хватает парочки, да? Чтобы взять вот такой вот наборчик. Паласа один. Ну, ладно. Короче, поняли, кто он такой. В общем, я думаю, нет смысла, наверное, сейчас нам с ним особо рассусоливать. Рассусоливать ритуальные сосуды. Отправляйся на охоту. Понятно. И непременно пошарь в руинах. Нам и без этого чувака хватит, в принципе, поболтать сегодня. Послушай-ка меня. Кстати, найти бы еще кому сбыть цветы. Не тебе ли часом, друг, мы? Кристальная оплетка. Смотри, коробка с большой добычей. С небольшой. Разбойник светлый. Разбойник темный. А, слушай, блин. Я вот эти штуки тоже продавал, на самом деле. Вот так вот слушай советы. Линза буревестника. Громозева. Блин, линза не упала, громозева. Потрепанная фигурка. Такого вообще не видел. Линза бегемота. Давайте возьмем вот этот и возьмем вот этот. Просто посмотрим, в чем разница. Мне даже интересно. Так, вот это заберем. Вот это заберем. Вот это. Вот это. Смотрим. Светлый. Поехали. Осколки. Темный. Шкура крысы. Да? Прикольно. Ну ладно, хорошо. Здесь можно сундучки покупать. Запомним тебя, товарищ. Товарищ ты полезный. К тебе тоже подойдем, братан. Сейчас, извини. Тут пошла движуха. С поиском нужных мне торговцев. Я за это денег не возьму. А мне бы желательно их всех найти, потому что кому-то еще можно сбагрить цветы, да? А, вот еще кто-то, смотри. Ты кто? Ты просто продаешь, видимо, броню, да? Но меня пока, честно, интересует броня только на стелс. Мне очень нравится эта броня, она нереально тащит с громозевом сражаться вообще шикарно в такой броне. Отошел, присел, и он тебя как бы теряет, пока он вспомнит, где он тебя видел последний раз, пока туда-сюда. У тебя есть реально время на то, чтобы и лук перезарядить, и все остальное сделать. Так, что по ресурсам? Что у вас продается? Да, в общем, чтобы у вас не продавалось, у меня нет денег. Короче, запоминаем. Этот торгаш чашки собирает. Ну-ка, а кто-нибудь есть здесь еще на улице? Как-то у меня не было возможности меридиан толком изучить. Плюс я как бы не хотел собирать задания без вас, чтобы вы тоже какую-то предысторию послушали, да? Все-таки это интересно и это важно. Ну, скорее всего, он там еще. Сейчас, братан, подойду, подожди. Не сверли меня взглядом. Обожди немного. А, вот, засветился символ торгаша. Еще два торгаша, смотри. Шикарно. Что продаешь? Особые предметы. Корзина. Зачем это нужно? Сердце падальщика. Этот предмет не представляет никакой ценности и может заинтересовать только очень неразборчивого торговца. Ебкость, изготовленная из древнего материала. Не знаю, зачем мне это. Это просто может быть купить для квеста, например, если кто-то когда-то захочет что-то подобное поискать. Так, у нас еще там знак, да? У нас получается всего три здесь. Хорошо. Тебе нужны артефакты? Да, но не для себя. Король солнца поручил мне наладить отношения с Банук. От имени Банук я ищу священные реликвии и возвращаю в Банур. Сейчас меня интересуют деревянные фигурки, которые иногда находят у наскальных рисунков. Если у тебя такие есть, я готова их приобрести. Так, посмотрим. Ты готова? Давай торговаться. Смотрим, что ей нужно. Ни разу такую фигурку ни одну не находил. Ну, это артефакт Банук, может быть потому, что мы не были в этих землях, например. Ну вот, допустим, можно купить у нее карту, да? И будем знать, где эти фигурки. Древние сосуды. Давайте, наверное, наберем этих карт, почему бы и нет, собственно. А какая нам разница? Будем рядом, заберем фигурку. Немного мы здесь потратили. Стоило бы раньше, наверное, прикупить эти карты. Все, примерно понятно. Я щедро заплачу тебе за реликвии Банук. Спасибо. А я щедро принесу тебе, чтобы ты щедро мне заплатила. Здесь ничего важного, да, идем дальше. Где-то кому-то можно сбагрить вот эти цветы. Может быть тебе? Линза бегуна. А, вот как. Интересно. Подожди, а линзу? Блин, цены конские. Цены реально конские. Лиходей. Слушай, лиходей, смотри, самая дорогая линза, да? Что за лиходей такой? Вроде на него пойдем, да, по-моему, в этой серии. Я хочу найти этого. Громозева продается? Линза? Нет, и этого не продается, кстати, да? Буревестника. Ну ладно, неважно. Здесь линзы можно купить. Хорошо. Это предметы первой необходимости. Давай поговорим. О чем ты хотел говорить? Ты же странница, да? Охотница? Я тоже таким когда-то был. Иногда я скучаю по ярким цветам диких садов. Кстати говоря, я хотел спросить, не попадался ли тебе один странный цветок. Он из железа, как машина. Другие цветы образуют вокруг чудные узоры. Такие цветы пользуются у моих клиентов большим спросом. Принесешь мне таких? Дам взамен кое-что ценное. Уже принес, братан. Давай, поехали. Давай же поторгуемся за эту красоту. Сколько тебе надо этих цветов? Десять? Серьезно? Ладно, карты мы эти купили. Кстати, их как-то нужно активировать? До встречи, благородная нора. Уделишь мне... Давайте посмотрим. Особые предметы. Окей, тогда вопрос. На карте они как-то показаны? Да, смотри, вся карта засыпалась сразу символами. Ну ладно, я, наверное, погоняю потом как-то. Обзорная точка. Вот здесь, смотри, чашечки, да? У нас будут... Ну это мне, да, это мне между серией возня, короче, ясно. Все. Так, интересно тут у вас, ребята, интересно. Здесь что у нас? Здесь у нас выход. О, какая-то штука. Рад тебя видеть. Здесь еще что-то, да, подобное? Ну и, в общем, все. Я думаю, можно, наверное, идти дальше. Заберем барахлишко. И пойдем собирать задания. Ну что, братан, ты дождался? Я иду. Ты, конечно, суровый парень какой-то, нереально. Ха, не здешняя? Нора, как видно. Тоже на машины охотишься? Ну, в общем, да. Тогда мой тебе совет. Плюнь на этот дом охотников. Если ты не карха, тебе тут ничего не светит. А чем плох дом охотников? Все они там спесивые ханжи. В Бануре меня знают как умелого охотника. Вот я и решил попытать удачи. Все же просто. Охотитесь, состязаетесь, все на равных. Но у этих все не так. Первым у них может стать только карха. Вот уж не и мучить меня охоте. Я домой. В дом охотников принимают только карха? Нет, вступить могут все. Но порядок там такой, что чужаку наверх не пробиться. Когда к власти пришел Ават, он пообещал открыть меридиан для всех. Но это ложь. К столу-то тебя пускают. Только вот есть не дают. Кому-то надо их немного встряхнуть. Можно, но это буду не я. Если соберешься, будь добра, не забудь оставить им за меня прощальную метку Банук на память. Прощальную метку Банук? Это как? Отлить на пол. И желательно в таком месте, где лужу не найдут, пока она хорошенько не завоняет. Серьезно, друг? Ты что, шутишь, что ли? Доберитесь до дома охотников. А, все-таки сразить несколько машин. Я думал добраться до дома и отлить им там. Какая жесть. Какая-то дурь совершенная. Ладно. Нам куда-то вон туда. А как мы туда попадем? 28 метров. Давайте попробуем. Подожди, как-то туда можно? Ммм, это где-то получается... Черт его знает где. Что я вам скажу? Подожди. А тут еще одно задание, да? У нас вот здесь вот прям 46 метров светится. Ох ты, здесь еще. Смотри, какая гигантская площадь, да? Обалдеть. Ну это, наверное, такая чуть ли не главная площадь. Здесь какие-то алтари. Возможно, это какая-то местная святыня, да? Что-то такое. Так, падре, вещай. Ты нора. Я наман скорбный. Жаль, что мы встретились вот так. Вот так? В горе. Твое у тебя в сердце. Как талисман. Постой, прости меня. Ты пришла не за платой? За убитых родных? Нет. Я знаю про красные набеги, но мне карха не должны. Ясно. Ну, сейчас я не откажусь от помощи, и тогда уж точно буду перед тобой в долгу. Эти люди хотят почтить память родных, близких. Своими словами, не бормоча молитвы карха перед камнями карха. Но есть препятствия. Но есть препятствия. И в этот тяжелый час жреческие одеяния лишь связывают мне руки. Какие препятствия? Первый паломник – Азирам. Он хочет посетить храм королей, что на пути в город. Но его не пускают. Старый жрец солнца не потерпит в храме иноверцев. Это Утару потеряла подругу на окраине Алмаза, где завод Щелкозубов. Там возвели храм, чтобы отгонять машины. Только этим тварям на храмы плевать. Не знаю, зачем их звать. Там и так коршуны летят на сияние шпиля. То есть, в двух храмах надо перебить машины, а из третьего вытурить жреца? Я прошу лишь о том, чтобы их истории были услышаны. Наман, обрядами и молитвами не вернуть мертвых к жизни. Нет. Но, по крайней мере, можно помочь скорбящим найти себя. Дать им надежду, силу и новый рассвет. Не думала, что жрецы станут просить чужаков о помощи? Когда же, наконец, померкнет наша гордыня? Я не жрец, пока эти люди не получат своего. А ведь так мечтал носить красную мантию. Так стремился. Капюшоны нас слепят. Мы шепчем слова примирения, забывая о том, как жрецы старого короля благословляли убийство. Убийство? Красные набеги? Да. И последующие жертвоприношения. Почему жрецы благословляли кровопролитие? Увы, порой мы, Карха, ставим древние традиции превыше справедливости. Может, Карха и Нора не такие уж и разные. Вы разочаровались в жрецах и все же стали одним из них? Храм всегда был для меня источником мудрости. Даже голос брата, гулявший под сводами. Даже он не смог разубедить меня, уж как пытался. Под конец. Сказал, в годы любви наши мантии были красные от киновари. А теперь они красные от крови. Как это? Эти мантии – наше наследство. Старые жрецы предпочли бежать, чем принять сияние нового солнца. И мы теперь носим их грехи. Для меня эта ноша очень тяжела. Где теперь ваш брат? Надеюсь, ждет меня на тропе солнца. Он выступил против жертвоприношений. Против воли самого короля солнца. И понес суровую кару. Вы тоже потеряли близкого. Мне жаль. Нет, не потерял. Когда я надел эту мантию, я обрел память о нем. Я постараюсь помочь скорбящим. Почтить их память важно для всех нас. Хорошо, память. Почтить память павших. Давайте посмотрим. У нас остается последнее задание. И я думаю, что в этой серии мы с вами пройдемся по побочным заданиям. А далее, я думаю, отправимся уже по следам Олина. Плюс еще с Эрендом нужно встретиться. Тоже посмотрим, что ему нужно. Он там, бедный, нас ждет на перекрестке. Желательно без друзей и родных. Но сойдут любые. Здравствуй, странница. Я Вилгунт. Ты пришла сюда в поисках работы? Плачу щедро. Хватит на платье, которое бы подчеркнуло... Так, давай без этого. Понятно объясняю. Я просто хотел сказать, что такая ладно слепленная девка... Ходят любопытные слухи о лагере Банук. Якобы они приручили машины. Итак, я отправил ребят на разведку. Просто на разведку и только. Эти Банук хитрые. Очень хитрые. Заплатил вперед. Ну, половину. И больше я их не видел. Ты хочешь нанять меня, чтобы я нашла твоих наемок? Пф, этих я уже списал. Меня больше волнует этот слух. Что тебе известно про этот лагерь? Те до тебя спрашивали только про награду. Ты смышленая. У этого лагеря нет названия. Он в горах, среди вечных снегов. Говорят, Банук там живут бок о бок с машинами. И те их не трогают. Якобы даже песни им поют. Если так, если мы узнаем их секрет, подумай, насколько ценно это знание для всех племен. Ценно в том смысле, что можно им торговать? Девочка, яшние соломы. А что ты знаешь про Банук? Баба у них снежные ведьмы. Холодный взгляд, холодные... Они поселились в мерзлом Бануре, в снегах. Пытаться с ними разговаривать, это как лед колуном рубить. Зато с машинами им легко. Потому-то я и готов поверить в этот слух. Может, они не хотят, чтобы о них узнали. Ха! Это их слава, бескорыстных блаженных аскетов. Все обман! Да с ними сторговаться труднее, чем с Морозом. А ты торговец, что ли? Где тогда твой товар? Я скорее исследователь. Но ты же посылаешь вместо себя других. Ладно. Скорее авантюрист. Нора, девочка, охотница. Мы живем в мире возможностей. Рискованных, конечно. Но разве может риск отвратить таких, как я, от шанса обогатиться? Ладно. Я скорее игрок. Если я соглашусь помочь. Тебе не нужно будет взбираться на самую вершину мира. Лагерь на границе земли Банук в тени лунной наковальни. А глядя на тебя, я вижу, что ты бывала на Диком Вос... на Востоке. Если это правда, что они без страха ступают среди машин, ну... ты это сразу увидишь. Плата по возвращении. Какой ты забавный, да? Девочка. Ладно, слепленная девка. Классно вообще чувака несет конкретно. Так, мы с вами куда? Смотрим. Основное, основное. Поле павших. Это что? Поговорить с Рэндом. Подождет. Отыскать Олина. Это тоже подождет. В итоге у нас, смотрите, с вами пачка, да? Ну, как бы вот эти, ладно, можно не учитывать. Кратковременное затишье. Найдите лагерь Банук, доберитесь до Солнечного Перевала. Нет. Мы начнем с вами с поместья, да? Вот с этого задания. Посмотрим, где оно находится. Ну, в принципе, не так уж и далеко, в общем-то. Проблема, знаете, в чем? Проблема в чем? А мы можем вот отсюда, да, по идее, вот так вот потом напрямки рвануть? А здесь у нас еще и торговец какой-то. А здесь у нас еще и лагерь разбойников. Но мы, наверное, не пойдем к разбойникам, потому что, да, боюсь, что это может быть долго. Мы сейчас попробуем на перерез через лесок сократить. И там, глядишь, будет все хорошо. Нам нужно вот сюда. Подожди, а почему у нас отслеживание ничего не понимаю? Подожди, какое задание у нас тогда на отслеживании стоит? Побочное. Нет, подожди. Вот это. Все верно. Почему-то метка какая-то странная. Но я флажок сюда же поставил. Завязывай, игра. Завязывай, чудить. Мне надо на флажок или куда мне надо? Ладно, погнали на флажок. Зайчонок, подожди. Не уходи никуда. Мы сейчас лесами и огородами здесь с вами быстренько доберемся до места. Может быть, кого-то приручим по пути, посмотрим. Чтобы было легче двигаться. Ну, в принципе, тут 200 метров-то фигня вообще. 300, ладно. Почему-то метка обновилась, короче. Почему ты меня ведешь так? А, правильно. Он ведет меня конкретно к метке, да? Ммм. Да, возможно. Да, возможно, вот отсюда будет ближе. Даже вот отсюда, скорее всего. Почему я не могу рвануть просто на метку? Подожди. Я могу рвануть просто на метку, да? Вот здесь вот обойти, например, эту гору. Да, и рвануть там по реке. По идее, могу. Здесь же система интересная. Он ведет тебя по дороге, причем метка будет постоянно перескакивать. Вот чем фишка. Почему я не могу нормально пойти? Просто на прямки. Кстати, мне нужна лиса. Нет, шкура не выпала. Обидно. Ладно, это не важно, в общем-то. Все, вон. Место, куда нам нужно. Тихо-тихо, лисичка. Подожди, 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 подожди. А, блин, нет. Не упала. А есть еще лисички? Да, смотри, вот она. Ай, блин, листочек проклятый. Загородил мне все. Да что такое, лиса? Ты кто? Почему ты такая... Почему ты такая живучая? Да жесть какая-то. Просто не попасть в тебя, чертова лиса. Нет, не шкура упала. Ну ладно. Косточка, может быть, тоже нам пригодится. А здесь и костерок есть, кстати. Нет, все равно он меня ведет как-то... Ладно, неважно, все. Забьем. Надо анитироваться тогда чисто на метку, получается. Но вроде все равно мы идем относительно правильно. Да, собственно, вот оно. Это поместье, скорее всего, и есть. Слушай, не кисло они тут отстроились, конечно. Под боком у этих роботов смертоносных. Рыскарь. Лиходей, вот он. Какие у тебя проблемы? Уязвимость к огню, да? Надо рыскари нам завалить, наверное. Давайте-ка вот так вот бесшумно сейчас его завалим. Потом с лиходеем будем разбираться. Самая дорогая линза лиходея, помните? Интересно, что за зверь такой диковинный. Скорее всего, будет нелегко. У него уязвимость к огню, да, имеется. Давайте мы его порадуем слегка. Свежим огоньком. Ну-ка еще немножко рассмотрим, кто такой. Ну подожди, лиходей. Это же почти как этот получается. И лазуб, да? Практически. Сейчас ты сдохнешь. Ох ты, лихо. Правда лиходей. Был лиходей и нет лиходей. Давай, до свидания. Все, успокойся. Ну, в принципе, тот же пилозуб. Плюс-минус. Очень похож. Не, подожди. Хочу сорвать. Цветочек. Че-то пощелкивает, да, неспроста. Давайте-ка будем разбираться с тем вопросом. Что-то там прям пощелкивает, да? Как туда попасть? Заперто. Как мне попасть внутрь? Вопрос хороший. Но, скорее всего... Да, скорее всего, где-то здесь. Наверное. Тут нельзя схватиться? Вроде нет. Давайте, наверное, как задание предусматривает прохождение. Потом, наверное, пойдем в этот сарай, посмотрим, что там. А то опять будет, как всегда, зайду с заднего входа в задание. Пожалуйста, выпустите меня. Сейчас, подожди. Зайчик, зайчик, зайчик. О, зайчик, подожди. О, шкурочка. Нет, не шкурочка разве? Слышу, слышу. Подожди, пожалуйста. Подожди, подожди. Я все слышу. Я все слышу. Сюда! Я здесь! Помогите! Спасибо. Я уже не верила, что кто-то придет на помощь. Кажется, все погибли. Расскажи мне, как все произошло? Сперва крики. Я прибежала. Лиходей разорвал охранников, как куклы. Отец затолкал меня в кладовку. Он убил рыскари. Потом... Потом Лиходей выстрелил. И все стихло. Я пыталась открыть дверь, но он меня запер. Он спас тебя. Я уже не скажу спасибо. Ты знаешь, откуда явились машины, и почему они вообще напали? С каждым годом машин в наших краях все больше. Поэтому отец и усилил охрану. Но таких нападений не случалось. И я не знаю, в чем причина. Жди тут. Я осмотрюсь. Хорошо. Я хочу проститься с отцом. Да, грустный финал, к сожалению. Но, скорее всего, мы знаем, в чем причина. Там какой-то маячок. И вот смотрите, очередной раз, да? Такой момент интересный. Лиходей, вот этот робот, разорвал охранников, как куклы. То есть разница колоссальная просто в возможностях людей и возможностях машин. Один такой робот, он реально способен, наверное, уничтожить. Зачем дверь заперли? Чуть ли не целую армию. Кто-то хотел что-то спрятать? Это устройство испускает сигнал. Возможно, именно он и привлек машины. Я отключила сигнал. Но кто-то намеренно заманил сюда машины, чтобы убить всех в поместье. И вот даже, несмотря на то, что, смотрите, богачи живут, да? Казалось бы. Все равно грабли, вилы, молотки. То есть ничего такого, да, вот, от машин нету. Хотя носят на себе вроде куски брони. Но в итоге у них какая-то железная эра здесь. Максимум, наверное. Не каменная уже, конечно, но что-то железное. То есть с машин они все равно ничего не берут и не пытаются как-то приспособить детали машин, да? Себе. Лисичка, стой. Лисичка, стой. Лисичка, стой. Лисичка, стой. Раз, два. Нет. Не выпала шкурка. Я нашла приманку. Кто-то нарочно вам ее подложил, чтобы заманить сюда машины. У твоего отца были враги? О, Ранаман. Мой брат. Он проигрался, воровал, пытался вымогать. Когда отец его выгнал, поклялся отомстить. Это Ранаман меня прислал, чтобы я прогнала машины от его наследства. Какой подлец. Надо что-то делать. Чего нельзя, сестра? Получить мое наследство? Мы из одной колыбели. Убийца. У тебя нет чести? О, видимо, нет. Зато будет поместье. Увидишь отца, передай. Я благодарен за богатство. Что до тебя? Это устройство призовет новые машины. Это ведь проще, чем убивать тебя самому. А-а-а! А-а-а! Так, я понял. Все, погнали. Сейчас мы спозиционируемся немножко. То где? Как-то что-то рваный какой-то диалог получился. Откуда он появился? Пришел, что ли? Так, минус раз, скорее всего. Хорошо. Блин! Куда ты зачем-то на крыше упала? Чертова курица. Я тебя поймаю сейчас. Подожди, Элой, давай-ка пока. Вылезем немного. Смотри, как они угадывают, да? Ну, скорее всего, это просто запрограммировано на самом деле. Потому что они... Ну, не могут они угадать, куда бросить. Может, и могут. Черт их знает. to McDonald's. Ну, верь сюда. Хорош. Но... И... Хорош. Хорош. Как... В итоге умер этот тоже, да, скорее всего, коршун его затрепал. Получается так. Лисичка, подожди. А, блин, нет. Не повезло. Так, где еще у нас один коршун был? Я его, да, не залутал, не успел. Ну что ж, справедливость восторжествовала. Негодяй получил свою заслуженную награду. Ну, сейчас там батя его встретит и устроит ему разбор. Хорошо, что есть добрые люди, как ты. Они только такие подонки, как мой брат. Мой отец всегда славился своей щедростью. И я продолжу эту традицию. Возьми. Пригодится в твоих странствиях. Спасибо, добрые люди. Спасибо. А что дали? Сундучок. Давайте вскроем, посмотрим. Все-таки интересно. Не знаю, это было или нет. А, мы забрать не можем, блин. Надо зеленое, короче, распродать. Моды. Хотя, в принципе, пусть пока лежит в сундуке. Как бы сундук карман не тянет. Все, лады. Посмотрим, друзья. Давайте, наверное, еще какую-нибудь заданницу захватим. Я думаю, что мы успеем выполнить задание, которое связано с храмами, да? Почтить память павших. Вот это. И давайте посмотрим, где это все находится. Ну, в принципе, в пределах. Плюс-минус в пределах. Вот здесь вот, конечно, неплохо бы заиметь какой-то костерок. Но, наверное, вот отсюда будет добежать не так уж и далеко. Поэтому начнем, наверное, да. Начнем с двух. Куда добраться сложнее, а потом закончим третьим местом, куда легче всего добраться. И нам с вами нужно... А вот сейчас я не буду флажок ставить, потому что да. Потому что, скорее всего, мы с вами так попрем. Блин, вот этот бы костерок пригодился. Давайте, наверное, до него для начала. Мы же идем правильно по дороге? Да, вот сюда. Может быть, сейчас приручим себе какого-нибудь барашка, бычка. Или лошадку. После заключения перемирия, жизнь потихоньку возвращается. Кукурузные поля, да. Кукурузу выращивают. Возможно, это правильное решение. Да, мы сейчас до костерка, до вот этого. Недалеко нам отвернуть. И потом на те две меточки сгоняем, на дальние. Они тоже, вроде как, не слишком далеко. И надо бы по-хорошему травку нам собрать. Давайте, наверное, сейчас вот здесь кружочек сделаем. Очень классная полянка вот тут на выходе. Тут тебе и древесник есть, и все, что хочешь. Все, костерок определился, да? Ну, сохранимся давайте, потому что давно не сохранялись. Тоже не будет лишним. И смотрим. Ну, вот, собственно, первая меточка, да, вот сюда пойдем. Там у нас впереди кто? Ай, крокодилы эти, да, походу, здесь тусуются. А много их, интересно? Ну, блин, немало. Минимум два, да? Минимум два. А, в воде, скорее всего, не поджечь, я думаю, да? Давайте-ка мы сейчас поменяем тактику немного. И сломаем ему пару модулей. Что-то как-то кривовато попалось. Почему такой урон, кстати, мизерный какой-то, странный? Ладно, вот с того начнем тогда. Это пусть пока поплавает. Не repentance. Подожди. Вот. Ладно. А, в коридор. Ух ты. Ох. играет в банк. Ох. вот это стелсовый доспех друзья вот это кайф я понимаю учит подгорел парень по моему да а вообще подгорел нормально а там смотри моего трепет уже кто-то навалил а нет или не трепет я не трепет вообще в принципе easy достаточно вот разбираться с роботами которые восприимчивы к огню их выжигаешь просто как котят сидя где-то в неуязвимости там в невидимости я точно также спокойно сейчас пила зубов выжигая они даже не понимают где я нахожусь пару залпов потом подбежал пырнул его разок и все на этом все закончилось а если у нас еще кто-то впереди интересно да еще будет один да ну ладно скорее всего с ним и нужно будет разбираться я думаю а там их 2 дежурит да ну ладно хорошо это было бы увлекательно если бы они не искали меня так ладно давайте-ка отойдем что-то как-то криво запулилась потому что непонятно было где в итоге он лазит ладно сейчас мы справимся он вылезет сюда мы его поджарим да там их двое но среагировал только один кстати да там и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И нечестно с точки зрения... С точки зрения у ворота вообще как такового... Какого лешего они знают, куда я буду кувыркаться? Скорее всего, умные сложности здесь именно на этом и завязаны. И сила роботов, возможно, в том, что они заранее знают, куда ты кувыркаешься и куда надо прыгать, потому что даже шарики летят в ту сторону. Это чертовски странно и к этому сложно привыкнуть, но, видимо, да. А что упало? О! Сердце, да? Хорошо. Когда мы выбрались из клеток на свободу, я... В заводе я найду браслет с семенами, которые она обронила. Семена лопнули, раскрылись, проросли. Она уходит из моих воспоминаний в память леса. Я скажу ей, что это я здесь погибла и стала чужой на родине. А она живет и с каждым посевом, с дождем, с урожаем. Что такое? Вот он. Ее браслет. И... Я думала, она за спиной. Но там лишь мое отражение. Хочешь побыть одна? Я впервые осталась... Одна. Что-то много как-то грусти в этой серии сегодня, да? Там отца убила машина. Брат какое-то там ничтожество, предатель. Вот эта речь достаточно красивая, да, несмотря на то, что грустная. Хотя возьмем костер и потом на следующую меточку прогуляемся. Оставлю на потом. Кабан, стой. Шучу, кабан, беги, ладно. Ты мне не нужен. Так, берем так, берем так. И полный комплект. А, то есть можно, в принципе, даже зажать, да? Я все время как-то контролирую этот процесс, чтобы лишнего не накрафтить. Но, оказывается, можно просто зажать, да? Оп, цветочек полезный. Сохранимся и пойдем, наверное, да, на следующую меточку. Хочу прям вообще идеально с этими крокодилами разбираться. Поджечь, обойти, пырнуть, уйти опять в стелс. Опять его как-то там найти, пырнуть. Поджечь, да? Получается, что все-таки они, ну, не настолько дураки, чтобы совсем не понимать, что их кто-то бьет, они горят здесь. Умирают. И не понимают, кто это делает. Подожди, а что мы кружим, кружим все? Никак не, никак не это, не придем к месту. Наверное, это и есть солнечный перевал, где Банук хочет нарисовать свою метку. Коршуны, да? Понятно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте-ка на самый верх сейчас. Здесь будут хотя бы... ...возможности для маневра. А что ты такой неподгоручий, скажи мне? Нужно его добить. Добьем. Ах ты какой, смотри, а! Гадина. Гадина. Как ты это делаешь? А, не успею, да? Ладно. Прогорит он раньше, скорее всего. Так, тихо-тихо-тихо. Опасно-опасно-опасно-опасно. Да, блин, чертовы цветочки. Элой, держись, 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 держись. Все, готов. Вот твари хилые. Вообще, два раза пульней, два раза поджег, и все, и сдохло. Но, блин, сколько ж они нервов трепят. Потому что их не видно. Надо постоянно что-то вот такое вот все мудрить. Блин, раздражают нереально. А куда попадали все? Ну ладно, неважно. Памятник павшим шаманам. Мудрости, которые Карха нас лишили. Машинное масло сбережет рисунок. Сбережет память. Несмотря ни на что. Я благодарен тебе. Хорошо, и у нас остается последняя меточка, да? Последнее местечко, которое нужно посетить. Давайте посмотрим вот отсюда на Меридиан. Свесится. Нет, не будем. Вообще, конечно, гигантский город. Как ему позволить здесь появиться? Остается только загадкой. Что машины эти трепят вообще всех и все, смотри. Причем без особенных каких-то усилий. Так, а нам с вами нужно вот сюда. Хорошо. Я ненавидела эту войну. Часть моей не ушла в закатную... Ого! Вот это да! Вот это зрелище! Наверное, это тот самый храм королей, о котором говорил Наман. Тебя не пустят. Вот, тот сморщенный старикан ни за что не позволит. Я умею убеждать. Но скажи, что Азеран делает у храма Карха? Хочу вспомнить того, о ком горюй два года. Хотя, что такая девчонка может знать об утрате? Многое. У меня был любимый. Он делал статуи в честь их поганого короля. А потом еще и устроил им представление в их кольце солнца. Карха отдали мне его сломанные кости, но... Зачем они мне? Они больше не смогут строить. Не заставят меня смеяться. А статуя безумного короля что, заставит? Я хочу увидеть его работу. То, что вышло из-под его рук. Из-под его молота. В этом его душа. Но тот старый сморщок меня не пускает. Я с ним поговорю. И вы здесь, да? Кричать! Понятно. Ее извояли рабы Азерам. Мы хотим на нее посмотреть. Уходи, дитя. Покорный Яхамин хочет побыть наедине с собой. Тогда найдите себе другой храм. Ведь здесь люди хотят молиться. А сквернить хотят. Все, что было свято, ныне опорочено. Воистину наше племя отринуло свет. Король-самозванец, жрецы-обманщики, а воины слабы. Даже солнце от стыда ускорило бег. Карха опорочили себя? Это в каком смысле-то? Где сейчас те, кто построил Меридиан, привел к величию? Город был свят, пока его не наводнили чужеземцы. То есть Меридиан был свят, когда люди сидели в клетках и умирали на аренах? Солнце свято, дитя. Мы не должны оспаривать его божественную волю. Лишь выполнять ее. Ой, ну вас к черту, фанатики безумные. Я в инкейст вас всех послал и здесь пошлю. Пошел вон. Надоело спорить. Уходите, оставайтесь, но мешать другим я не позволю. Я нахожусь здесь по воле солнца. Короче, пошел вон отсюда. Верите в старый режим, а умереть за него или уйти в изгнание не хотите? Тоже мне вера. Дикарка, моя вера пылает горячо, как полуденное солнце. Да? Ну так остановите меня. Я... Я не могу. Так я и думала. Ты за это поплатишься? Очень сомневаюсь. Слушай, у меня руки крепкие и умелые. И для меня всегда найдется работа. Я целый день крутил колесо и пленусь кузнецей. Давайте тоже посмотрим на эту статую. Именно они говорят о том, что ты хорошо поработаешь. Ну что-то как-то ладно, на любителя. Так вам скажу. Это была его лучшая работа. И что с ней стало? Они ненавидели того, кого она изображает. Они изуродовали то, ради чего рабы положили жизнь. Рабы, которых они уже позабыли. Они все близорукие мерзавцы. Если их солнце прыгнет с этого моста, они бросятся следом. Спасибо, уважило мою просьбу. Может, ты обретешь покой. Я не умею жить в покое. Впрочем, как и эти, Карха. Запахи дыма и пота. Именно они говорят о том, что ты хорошо поработал. Вернитесь к Наману Скорбному. Хорошо. Сейчас-то мы уже с вами помним, куда нам нужно идти. Нам вот сюда. Блин, как-то плавающая метка запарила, если честно. Неужели нельзя просто вот в одно место ее поставить и все? Я дальше сам решу, как мне идти. Блин, она прыгает, вечно скачет туда-сюда. Так это непривычно. Жрецы захотели выслушать мое мнение насчет примирения с другими племенами. Они слушают. По крайней мере, начали слушать. Перейти от слов к делу не так просто. Мы их убедили? Ты убедила. Я хотела просто, ну, помочь Скорбящим. Ты указала им путь. Будущее тебе знать не дано. Такова доля жреца. Тебе бы пошла красная мантия. Нет уж. Тем более, вы не принимаете женщин. И это наша ошибка. Иди в свете. Да зарит солнце твой путь. Спасибо, Наман. Честно говоря, скоро свет мне очень пригодится. Так, отлично. Что мы получаем? Коробочку и опыт. Прекрасно. Что, собственно, еще нам нужно? Друзья, я думаю, что, наверное, мы остановимся здесь. В этом месте красивом, живописном, чудесном. Еще немножко полюбуемся на нашу Элой. Правда, вот эта метка, блин, мешает нормально полюбоваться на Элой. Давайте вот так вот так бы встанем. Вот. Хорошо. Откроем коробочку. Посмотрим, что внутри. Скорее всего, ничего интересного, я думаю. Ну да, в принципе, все по стандарту. Это пока взять не можем. Ладно, потом возьмем. В следующей серии продолжим. У нас остается еще одно побочное задание. Выполним его и отправимся к Эренду, потом за Олином. Я думаю, так поступим, если ничего новенького у нас не нарисуется на горизонте. Ну а на сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментариях обязательно пишите. Советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.